Брюно, у вас активные поклонницы. Читал, они купили билет на поезд, в котором вы приехали из Санкт-Петербурга в Москву. Чувствую, поездка не была скучной. А я прилетел на самолете. Вы мне открыли много нового. Вот ведь надо было ехать поездом. Я знаю, что есть поклонницы, которые ездят за мной и посещают мои концерты в разных городах. Это очень приятно. Поэтому я стараюсь каждый раз немного менять программу концерта, чтобы те, кто ее смотрит не в первый раз, были приятно удивлены. Ваши поклонницы очень изобретательные. Они устраивали флешмобы под вашу музыку, велопробеги в вашу честь, растягивали транспаранты перед Кремлем. Какая из их акций впечатлила вас больше всего? Каждый раз я восхищен, ошеломлен их поступками. Просто не верится, что они тратят столько времени, чтобы приготовить эти флешмобы. Какая в их номерах чудесная хореография. Я всегда смотрю их выступления, как завороженные, широкой улыбкой на лице. Это прозвучит высокопарно, но в такие моменты я понимаю, что музыка не имеет границ. Брюно, вы и сами недавно приняли участие в танцевальном шоу. Какой танец стал вашим любимым? Все-таки диско. Я еще танцевал танго, но диско мне понравилось больше. Я стал фанатом сальсы. Танец – это освобождение чувств. Когда я танцую, я освобождаю какие-то скрытые эмоции. Танец – это своего рода безумие, но приятное безумие. Оно помогает сделать ярче нашей серой будни. Ваша жена Мелани танцовщица. Часто танцуете дома? Нет, мы не танцуем дома. Скажу больше. Я не пою никогда дома. Мою жену часто спрашивают. «А, Брюно, певец, наверное, он вам часто поет дома?» Она смеется. Нет, он никогда не поет. Обычно я репетирую не дома, а на студии с музыкантами. Все трофеи, награды, золотые диски хранятся не у меня дома. Дом – это просто наше семейное гнездышко, только для нас. Там нет ничего лишнего. Интересно, ваша жена вам часто говорит, что вы талантливы? Да. А в музыке или в танцах? В музыке. Потому что когда я танцую, она смеется, но дает мне советы. А когда она пытается петь, я тоже смеюсь и стараюсь ее чему-то научить. Вот такой обмен. Но это удовольствие, и наши шутки всегда безобидны. В вашей новой песне «Раундзюля» есть строчки «Я из тех, кого любовь порой пугает». То есть вы не из тех, кто бросается в омут с головой. Когда я писал этот текст, у меня был разговор с женой. Понятно, когда мы женимся, то обещаем вечную любовь. Но ни в чем нельзя быть уверенным. Бывает, и любовь не длится вечно. Мы говорили об этом с женой, и наши размышления и легли в основу песни. У вас есть интересная песня «Ла Фа Мур Аморе», где воспевается любовь на ста языках и диалектах мира. А вам больше нравится слово «любовь» на каком языке? На французском, потому что это мой язык. Во французском масса романтики. И столько оттенков, чтобы выразить чувства, любовь, дружбу. Я пишу песни в основном на французском. На других языках мне не хватает слов, чтобы выразить свои чувства. А на концертах в России вы неплохо говорите по-русски. Когда я первый раз приехал в Россию, я занимался с преподавателем русского, и он помог мне написать обращение к поклонницам. И каждый раз перед поездкой в Россию я возобновляю с ним занятия. А потом мне помогает Татьяна из компании «Видест», которая много лет организует мои гастроли. Она проверяет мое произношение. Я понимаю, что говорю с ошибками, но мне важно, чтобы зрители меня понимали. Ваш сын Тьери тоже музыкант. Помогаете ему в карьере? Я ему даю советы. И все. Когда дети вырастают, их надо отпускать, чтобы они строили свою жизнь. Я ему даю советы, но считаю, что пробиваться он должен сам. Знаю, у вас отменный погреб. А как поживает вино 62-го года, которое вам прислали поклонницы на день рождения? Откупорили уже? Да, открыл. На мое 50-летие. Боже, я сказал свой возраст. Но должен признаться, у меня больше нет погреба. Я от него отказался. Все мои увлечения, кроме музыки, длятся 10-15 лет. Затем я переключаюсь на что-то новое. Я по-прежнему люблю хорошее вино, но пью редко. А появилось новое увлечение? На данный момент ничего нового. Но, думаю, оно придет. Я занимаюсь велоспортом, йогой. Может, изучение русского языка? Изучение русского? Неплохая идея. Мне, канадскому артисту, тяжело приезжать в Москву. Это далеко. Но публика здесь меня настолько заряжает. Мои поклонники такие неординарные. Первый раз я приехал 5 лет назад, и мне устроили незабываемый прием. Я подумал, ну, со временем их любовь уменьшится. Но каждый раз, когда я приезжаю в Москву, я удивлен, как тепло меня встречают. В Канаде такого не бывает. Такое и есть только в России. И это потрясающе. Вас здесь любят. Спасибо большое, незабываемый кастролий. Это удовольствие видеть вас, мой дорогой друг. Спасибо большое.